Эфир ОТС продолжает спорт-обзор в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В новом сезоне КХЛ сыграно уже три матча, но только сейчас хоккейная Сибирь собралась в полном составе. Не хватает лишь пары игроков. Перед первым домашним поединком команду напутствовал губернатор. Подробнее о встрече мой коллега Александр Шеудила. Ледовая дружина наконец-то собралась вместе. Традиционная встреча с губернатором, представление новичков команды и общее фото. Все это удалось сделать только сейчас, когда позади выездная серия. В планы команды вмешался коронавирус. Практически перед самым стартом сезона больше 10 сотрудников клуба, включая игроков и членов тренерского штаба, отправились на самоизоляцию. Тем не менее, несмотря на скомканную подготовку, основные задачи в межсезонье Сибирь выполнила. Следует отметить, что вместе с менеджерами клуба, с тренерским корпусом, мы выполнили те задачи, которые ставили перед собой два года назад. То есть, такого вымывания основного состава команды из чемпионата в чемпионат нет. Как вы видите, я сегодня вручил всего лишь 8 новых маяк. Причем многие из ребят вернулись обратно в клуб. Старт сезона по ряду причин не задался. Хотя новосибирцы уступили с минимальной разницей во всех трех матчах. Сказалась нехватка некоторых лидеров, неотработанная игра в большинстве и отсутствие подобных трудностей у соперников. И все же игра команды произвела приятное впечатление, несмотря на большое количество молодых игроков в составе. У некоторых ребят проявили себя даже выше ожидаемого уровня. Но, к сожалению, не все. Были те, кто немножко стушевались. Но им было тяжеловато. Это было заметно. Мы всегда рассчитываем на победу. И неважно, в каком составе выступает команда, это клуб, он обязан выигрывать. Поход за первой победой в сезоне Сибирь начнет уже в четверг, 10 сентября. Начинать домашнюю серию новосибирцам предстоит матчем с ЦСКА. Первые спарринги межсезонья провели баскетболисты Новосибирска. Соперником сразу по трем товарищеским матчам стал клуб из Барнаула с одноименным названием. Чем закончилось противостояние двух сибирских городов? И что из себя представляет обновленная команда? Расскажем в нашем следующем сюжете. Матчи между Новосибирском и Барнаулом не только противостояние двух соседних городов, но еще и двух лиг. Алтайская команда крепкий середняк 2-го дивизиона и привычный спарринг-партнер для нашей команды. В межсезонье клубы часто проводят товарищеские матчи. Разница в классе не влияет на интригу. Летний баскетбол совсем не тот, что можно увидеть в сезоне. Вот и эти игры Новосибирск проводил под большими нагрузками. У команды плотный тренировочный график, практически без выходных. Строго следовать плану подготовки и пробовать разные тактические сочетания. Важнее счета на табло. Сейчас уже тактические задачи будем решать. На тренировках стараемся уже и поднять проценты, и попадание в кольцо, и поднять уже функционал, и именно чтобы голова работала на площадке, и какие комбинации, кто куда бежит, какая защита. Как получается? Ну, как получается. Спустя четырехмесячного перерыва и обновления состава, на сколько у нас процентов, на 80, практически на 90, да? Сколько у нас игрока осталось, прошел сезон. Ну, сыгранность как идет? Ну, сыгранность идет. Медленно, но верно. Все три матча показали одно. Пока на площадке основной состав игра идет. Стоит выйти резервистом – провал. Плюс главная работа по набору очков лежит на игроках задней линии. Именно атаки с периметра чаще достигают цели. А вот под кольцом и Новосибирска пока не все гладко. Подбор проигран, активности от центровых мало. Молодых игроков у нас сейчас больше, чем основных. С молодыми тут больше надо рассчитывать на удачу, на везение. Поэтому есть, да, неплохие связки, которые уже просматриваются. Именно сочетание игроков. И то, что это пара или три игрока могут исполнить, оставляя их на трою или по центру. Но, к сожалению, большим мы очень сильно проигрываем. Каныгин не имеет такой большой практики. Столенков пока не выполняет в полном объеме ту роль, которую мы от него ждем. Усилить переднюю линию Новосибирск сможет уже в ближайшее время. Предварительные соглашения есть с двумя легионерами. Белорусом и американцем. Имена их в клубе пока не называют. Ждут официального подписания контрактов. Американец, это он у нас, это центровой, можно сказать, легкий форвард, который закончил в этом году университет. И вот он первый, первая его заграничная возможность поиграть в Россию. Мы договорились с ним. Все зависит от того, как дадут визу рабочую. Вроде бы документы мы все сделали, ждем подтверждения из МИДа. Все три матча против Барнаула завершились победой нашей команды. Если первый на выезде новосибирцы выиграли уверенно, то дома одна из трех игр затянулась до овертайма. А в другой все решила точное трехочковое попадание Сергея Токарева вместе с Сиреной. Впереди у Новосибирска настоящая проверка боя. На следующей неделе команда сыграет на турнире в Ижевске. Там соперниками будут уже топ команды Суперлиги. На сегодня это все новости спорта. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин